Первый же выход на сцену любимых артистов сопровождается бурными аплодисментами. Как не узнать знаменитого Нафилета и цыганку Азу, первую красавицу советского кинематографа? Да и само действие заставляет зал лежать от хохота. Комичные и одновременно трогательные заложники любви в очередной раз заставили зрителей поверить, что браки заключаются на небесах. Простите, я хромаю. У меня туфли новые. Живут. Сюжет фантастический. Герои Натальи Егоровой и Игоря Бунакова, встретив друг друга, общаются с призраками своих покойных вторых половинок. Александром Панкратовым-Черным и Светланой Тома, которые, объединившись друг с другом на небесах, теперь помогают объединиться живым. Здороваемся, но не разговариваем. Гриша, Гриша, милый, как же ты там без телевизора-то? Что же ты вечерами так делаешь? Катя, Катя, ну что ты взяла, что я там без телевизора? Что, есть что ли? Да каждый день две программы крутят. Какие? Какие? Одна эротическая, а другая порнографическая. Зрители рукоплещут, а потом долго не отпускают со сцены любимых актеров и делятся впечатлениями от увиденного. Говорят, не ожидали, что День театра может подарить такой фееричный праздник. Спектакль просто шикарный, замечательный, нам все очень понравилось. Я, честно сказать, не ожидала такого эффекта. То есть мы сидели, смеялись, практически всю комедию, но артисты, конечно, просто на высочайшем уровне. Прекрасные артисты, приятно было встретиться с ним. Классно, вообще самые лучшие впечатления, супер. Отдохнула, вообще артисты супер, рада видеть всех. Очень понравилось, очень. Удовольствие получили, просто невероятно. Российских артистов шимкенские зрители впечатлили не меньше. Дыхание зрительного зала – это самое прекрасное. Когда ты слышишь то, что тебя понимают вот здесь и сейчас. То есть я понимаю твою реакцию, понимаю то, что ты хочешь сказать аплодисментами, смехом, нулюлюк к ним каким-нибудь или еще что-то. То есть это сразу так немножко приободряет. Это здорово. Зрители не торопятся расходиться. Прямо в фойе театра горожане обсуждают прошедший спектакль. А за кулисами Александр Панкратов-Черный признается, что Казахстан для него не экзотика. Теплое отношение к нашей стране у актера с детства. У меня прекрасное отношение всегда было к Казахстану, потому что я родом с Алтая, соседей, как говорится, с Казахстаном. И казахстанцы всегда, казахи, через нашу деревню, через мою деревню, где я родился и вырос, перегонялись табуны лошадей. И иногда на ночлег табунщики останавливались в нашей избе казахи. Вот поэтому я с детства знал, что такое казахи. Вот, а дед казак, поэтому с конниками, как говорится, общий язык был, они очень дружили. Для меня было это очень интересно. Вот, ну и так как я поэт, я большой поклонник с детства. Как Ананбаева читал Абая Кананбаева, потом для меня было потрясение, что он переводил Пушкина. Представляете, вот это очень-очень интересно. Ну и вообще Казахстан, это самая-самая из всех республик, мне кажется, дружеская республика с Россией. Российские звезды готовы приезжать в Шымкен снова и снова. Было бы приглашение, смеются актеры. А если серьезно, то наши зрители непременно оставляют след в душе каждого гостя. Забыть небольшие залы театральных поклонников невозможно, да и не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok